всем привет это ольга швец и возможно для кого-то долгожданная для кого-то и не очень но я долго собиралась с мыслями чтобы сделать это видео моя небольшая коллекция теней вообще концепции когда я брала это все вообще не думая главное чтобы поярче главное чтобы было побольше в общем девочки я надеюсь вы не будете повторять моих ошибок примите ко вниманию мои отзывы о тех или иных продуктах и то что я смогу смело рекомендовать я бы хотела действительно чтобы вы к этому прислушались да и мальчики тоже кстати мальчишки привет и так я буду очень правда краткой если что-то вас заинтересует то задавайте вопросы я подробнее остановлюсь на тех или иных косметических продуктов тут кто-то свистит на улице весна что поделаешь и так это продукты из разных ценовых категорий я вам сразу могу сказать вот эта палеточка она мне досталась в подарок за участие в конкурсе профессиональный турнир инглот я правда получила это все в коробочках я не приобретала это в магазине и я правда не знаю как позиционируются вот эти тени которые здесь находятся но я их использую именно как продукты для бровей и вот такой вариант вот такой формат продуктов для бровей мне кажется очень удачей потому что вот правда потому что три оттенка на любой цветотип и светлые средние темные вряд ли вообще что-то подобное можно найти в других линейках конечно же можно но вот именно три оттенка вот такая вот аккуратная палитра которой не страшны никакие удары которые не страшны никакие падения советую обратить внимание и ателье т-22 в данный момент они ходят очень много слухов в частности слухи связаны с мнением ссори до т-22 все правильно значит слухи связаны с тем что очень многие слушают чьи-то мнение и кто-то один может высказать нелестное мнение по данному продукту что я могу сказать из плюсов опять же мне это досталось в подарок за участие в конкурсе мейкапарты ворд и в данный момент учитывая какой курс доллара рубля вообще и так далее того что происходит с нами палеточка я чуть не упала со стула когда увидела больше пяти тысяч разумеется девчонкам многим особенно новичкам это не по карману да еще если послушать блогеров которые говорят ателье в вашем кейсе это не модно те кто работает на ателье а таких девуль в россии я скажу вам по секрету просто вообще сотни и тысячи им бесполезно пытаться объяснить что ателье это не модно в мейке от ателье невеста может проплясать два дня и вообще все будет хорошо там чуть-чуть что-то подправить другие тени на это не способны это не умаляет достоинства других продуктов косметических но то как работают эти тени если вам интересно задавайте вопросы я вообще расскажу про концепцию этого бренда и мы можем даже снять какие-то совместные видео с профессиональными визажистами которые скажут огромное количество плюсов относительно этого продукта не пытаясь никого ни в чем убедить просто не надо говорить что качественный продукт который реально стойкий который используется на киносъемках и который там реально актеры плавают в бассейне у них там все хорошо держится вот как-то знаете слушать человека который говорит это не модно ну как-то вот немножко бредом попахивает вот простите девчонки не обижайтесь вот если кто-то там примет это на свой счет но так или иначе живите своим умом и ателье не катают это я вам точно могу сказать во всяком случае пока потому что я такой вообще первопроходец китайских сайтов там нигде нельзя купить ателье ателье можно купить только в официальных центрах вот переходим к следующему продукту а это совсем бюджетный экземплярчик тени от catrice это дорожный набор также светлый и темный оттенок говорят что в линейке oriflame есть точно такая же коробочка вот это вот пространство она выдвигается и соответственно задвигается кисточка по мнению многих визажистов да не только просто девочек блогеров представляет из себя вот такой вот по их выражению ужас конечно в дороге вот в кавычках хочется сказать вот такое вот гораздо собой удобнее носить в дороге так вот еще кисточки были бы побольше вообще было бы хорошо это дорожный вариант походный вариант огромнейший плюс вообще этого набора я бы хотела обратить ваше внимание это вот эти щипчики как я говорю у них такое ощущение что встроенная анестезия если реально вот вы дергаете себе волоски и испытываете тот или иной дискомфорт если вот этими щипцами приноровиться и во первых это быстро во вторых безболезненно я не знаю может быть у меня какие-то такие специальные руки это слик спеты немало от этой палетки благодаря европейским блогерам которые рисовали вот этой палеточкой в частности оксид уйму ярких красочных и очень красивых макияжей палетку такие теневые маньяки как я начинают просто вот хватать как только видят потом наступает такая волна разочарований и как бы первая волна она заключается вот в чем палеточка кажется очень большой когда вот ее показывают блогеры но на самом деле она вот она это просто малютка она очень маленькая тени действительно минеральные они достаточно хорошо спрессованы если они доехали до сибири не поломались не побились спрессованы они однозначно хорошо но для того чтобы удержать их на веках нужны специальные профессиональные манипуляции и база из которых это один из немногих моментов поэтому девочки вот эту палетку реально для жизни я вам не рекомендую потому что во первых вам придется потратиться на базы потому что в другом варианте эти тени совершенно не держатся но если вы действительно хотите ярких макияжей на лето это самое то и тогда уже думайте ищите и видео где вы узнаете про самые лучшие базы которые будут держать вот этот яркий такой вот легонький такой вот пушок да вот эти тени потому что выходишь на улицу все ярко все красиво полчаса погуляла приходишь все вообще вот ничего не остается все скатано все куда-то померкло поблекла в общем если нужно я могу рассказать как я их укротила а вообще вот просто обычным пользователям непродвинутым я не советую в частности вот эту палетку говорят она у них самое неудачное но зато самое яркое в общем тут уже вы сами выбираете кому что мне для фотосъемок окей макияж держится 15 минут великолепно великолепный результат но именно столько он и держится с этими тенями это якобы лимитка мак якобы сделаны в гонконге я очень долго думала вообще показывать ее или нет потом в итоге решила показать потому что не потому что я решила ополчиться на бренд мак а потому что вот запала в свое время на слово кремовые тени да естественно все знают что это более стойкий продукт более такой вот он лучше держится на веках да еще и кремовые боже мой да еще и мак ну в общем девочки вот сейчас я вам буду показывать консистенцию пигментов в этих тенях смотрите да это достаточно крупная крошка но это кстати присутствует и в других марках где речь идет о перламутрии и вполне возможно там не знаю вся вот просто реально вся имеющаяся в наличии цистерна перламутровых пигментов попала под дождь сейчас я вам покажу как это вообще случилось с другими брендами вот просто прямо сейчас вот импровизм пришло в голову смотри и так как я и говорила вся коллекция пигментов которые все равно все покупают гонконге у меня есть такое глубокое убеждение так колорам и смотрите как здесь комочками пигменты идут видите также комочками идут в джасте питерском сам по себе продукт хороший ну вот что здесь что мэйбеллин нью-йорк комочками что джаст сан петербург снова мэйбеллин тоже вот они комочки понимаете вот смотрите колорама на секундочку и вот тоже самое мы видим с палеточки лимитированный кремовый мак в общем все пигменты выглядят одинаково и тут хочется просто вот такой вот сделать тадам да вот чтобы не было иллюзий по поводу там маков и прочих тут вот так тадам арт визаж выходит перламутровый на сцену у нас такой хайлайтер и мы начинаем на него пристально вот просто смотреть и вы знаете мы не видим в нем вот этих вот комков как в частности в колорами в мэйбеллиновской как в профессиональной джастовской пудре дивули вы меня конечно простите девочки правда но вот это за гранью добра и зла просто одно дело когда здесь образуется пленка если визажист сначала там тональный до кисточка потом сюда пленочка образуется а причем здесь вот такое вот качество прессовки девочки мальчики если уж она правда вот не совсем айс ну сделайте вы распродажу продайте это новичкам дешевле потому что продукт вот такой покупается надолго когда открываешь и клиент еще особенно такой попадается который вообще на все смотрит через губу вот это выглядит очень нелицеприятно в этом плане гораздо ровнее красивее и качественнее смотрятся вот эти вот синюшечки 100 общем я потом напишу вообще дружу с ними очень хорошо я не позиционирует визаж я просто вам предлагаю вот посмотрите и сравниться если у вас как бы мозг имеется и вы просто как бы доверяете своим глазам вот пожалуйста общем вот так выглядит этот шедевр вот мак заветное слово тоже можно много рассуждать об этом вообще об этой всей концепции но вы все посмотрели сами вы убедились в принципе на качестве продуктов на том что это хайлайтеры пудры хайлайтеры румяна хайлайтеры и и так далее я ничего не могу сказать плохого переносится они хорошо все нормально но просто вот целом качестве пигментов делает продукт не очень красивым вот и пригодным для действительно какой-то очень крутой работ вот такой наборчик в закрытом виде он выглядит вот так очень красиво очень удобно и очень легко тоже тени спрессованы достаточно хорошо оттенки в основном такие яркие я бы даже сказала такие вот какие-то дет детская нежные вот они все что имеется в наличии в наличии тень сверху покрыта блестками когда проходишь на глубину уже на какую-то блестки и шиммер исчезают я не вижу в этом большой проблемы я размещу в ролике некоторые работы которые сделаны с участием этих теней я использую их в основном на детях на подростках то есть там где неприемлемы яркие варианты и отталкиваясь от того какие здесь есть оттенки и продукты я могу сказать что и даже вот румяна не нужны вообще все то есть если вы взяли вот такую палеточку пошли на детскую съемку имейте в виду сейчас он стоит порядка где-то в районе может быть тысячи рублей где-то вот 700 800 это это без перекупщиков то есть если вы берете это напрямую в китае они стойкие для съемки и они очень хорошо стираются то есть просто их можно аккуратно промокнуть влажной салфеткой убрать и идти дальше уже по съемке там по какой-то такой вот вашей схеме я думаю каждого визажиста есть съемочная схема слон интересно какая моя то тоже пишите задавайте вопросы будьте активнее мои дорогие потому что именно через ваши комментарии я понимаю что вы хотите видеть и насколько это интересно для вас вот совсем бюджетный вариант совсем 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 если вы на бюджете это русская марка арт визаж к сожалению она не отправляется за границу насколько я знаю то есть только в пределах россии можно купить либо девочки там из украины белоруссии которые хотят это попробовать я могу сказать профессионалам что эти тени очень хорошо лежат просто на белой акварельной подложке то есть они отлично держатся подложка может быть любая как джаз так и более навороченные марки европейские то есть неважно то есть если белая акварельная подложка тени яркие тени хорошо держится и я вам их смело могу рекомендовать во всяком случае для фотосессии для креатива это то что нужно палитра огромная здесь если хорошо вообще походите изучить здесь будут также и тени хайлайтеры и даже вполне возможно какой-то такой вот легкий румянец то есть просто белосеребристые бежево золотистые розово серебристые также вы можете найти в этой палитре то что мы называем продуктами для бровей и то есть просто нормальные тени для того чтобы сделать макияж как обычной женщине так и для фотосессии вот такой совсем набор для новичков новичков прям совсем здесь кстати и как матовые так и шиммерные продукты присутствуют как румяна так в принципе и контурирующие средства вообще идеальный вариант для тех кто вот только-только-только все это дело начинает вообще я все время гоняюсь за яркостью я все время гоняюсь за необычностью поэтому я обратил свое внимание на этот набор у них было несколько один из них я подарила потому что как раз продукты на фото выглядели очень ярко когда они пришли по факту оказалось что в принципе ничего особенного в частности вот так называется этот бренд я не буду произносить название вслух потому что по-русски это звучит не очень хорошо для ушей вот смотрите принцип этого бренда в том что он не дорог то есть я платила в свое время за эту палетку порядка что-то там четырехсот пятисот рублей вообще то есть за все вместе это без пересылки по китая без пересылки в россию это ноль первая палеточка сейчас кстати бренд выпустил палитру такую большую как книжка и там как раз вот очень концептуально собраны матовые и шиммерные оттенки из одной цветовой гаммы то есть там допустим желтый матовый желтый шиммер мирный зеленый матовый зеленый шиммерный я обязательно если смогу найти это фото я обязательно поставлю в видео вообще концептуально-концептуально не мыслят я еще раз повторяю что если ручки растут из плеч то не важно чем вы пользуетесь вы можете милон натереть и накрасить красивее чем кто-то супер дорогими супер навороченными и модными средствами вот такая палетка если не ошибаюсь это креолан что мне мне не нравится это зеркало не за счет зеркала он становится очень тяжелый разбивать его как-то несуразным но вообще в нее я сложила именно желтый зеленые оттенки то есть когда речь идет о макияже желто зеленых тонах у меня есть просто для этого вот одна единственная палеточка в которой также как и шиммерные также присутствуют матовые тени но вот они такие вот именно желто зеленые пусть будет кстати вот еще одно чудо китайской косметологии вернее косметической промышленности косметической индустрии что хочу посоветовать всем кто идет в группы вконтакте для того чтобы покупать косметические продукты мой вам совет откройте версии таобао алиэкспресса и прочих прочих вот из этой серии пожалуйста фирм и организаций а также и бэй у нас существует еще у нас что там существует в общем их масса их реально масса и и мне просто говорили что в свое время в питере когда вот эти палитры только появились их продавали по цене примерно там 4 5 тысяч рублей это вообще то есть как бы очень очень давно тени не работают тени не тушуются тени работают одним единственным способом влажным все других вариантов с этими тенями не будет они естественно имеют право на существование если вы хотите яркости цвета вы просто намочили кисточку в воде набрали продукт набирается на влажный он просто великолепный также великолепно переносится но это не такой набор который вы сможете использовать там не знаю невесте на заказчице то есть только креатив то есть только креатив вот с этим брендом возможен вот то есть с этой палитры которая выглядит вот таким образом она стоит также в пределах где-то 700 800 рублей но смотрите какое количество оттенков да они все конечно же небольшие и если прессовать их там постоянно и постоянно что-то делать они естественно очень быстро закончится но имейте ввиду что это только влажный способ это кстати такой хороший бонус для тех кто досмотрел видео до конца еще раз поздравляю всех с прошедшим 8 марта для визажистов то что я сегодня рассказала я думаю что очень важно и интересно задавайте свои вопросы если хотите видеть свочи на те или иные косметические продукты пишите задавайте вопросы кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь чтобы быть в курсе всего нового косметического интересного кстати не только у меня если посмотреть первую страничку канала у меня теперь еще и появились модельные разделы а также разделы где вы сможете посмотреть работу модели то есть реальные съемки в музыкальных клипах реальные съемки в каких-то там рекламных акциях а также то есть просто вот когда модель работает перед камерой в итоге получается рекламный продукт в итоге то есть посмотрев ознакомившись с этими материалами вы поймете простую истину модельный бизнес это не то что пытается объяснить российское телевидение одинить так порядка новое din